В северном регионе страны со дня на день стартует хлебоуборочный сезон. В этом году главная проблема для аграриев – погодные условия. Для того, чтобы быстро собрать урожай, сельхозпроизводители закупили необходимое количество спецтехники по льготным условиям. Наш корреспондент Жанна Алпызбаева сегодня отправилась на Целину, чтобы узнать, сколько хлеба будет в Казахстане в этом году. Через несколько дней на этих полях будет идти активная работа. Начнется уборочный сезон. Сюда уже доставлена вся необходимая сельхозтехника. И пока у комбайнеров есть время, они тестируют новые отечественные машины. Специалисты делятся, что за три дня изучили их особенности и даже привыкли. По их словам, у этих комбайнов масса преимуществ. Например, он за полчаса может 4 тонны намолотить. А те старые комбайны, они там 2 часа, например, на 2 раза больше производитель этого комбайна. Марат Камзибаев в этом году засеял 25 тысяч гектаров пшеницы. Теперь ожидает сбора урожая. Аграрий делится. Из-за частых дождей отменного качества ждать не приходится. Но мужчина, по крайней мере, уверен, этот год окажется прибыльнее. Тонна зерна, по его словам, будет стоить примерно 27 тысяч тенге. В прошлом году у нас не хватило средств. Поэтому в этом году мы воспользовались государственными льготами. Я приобрел 13 единиц техники. Четыре из них отечественные. Есть и американского производства. С их помощью, надеюсь, в короткие сроки собрать урожай с полей. Иначе пропадет. Чтобы улучшить эффективность сбора урожая, аграрии могут воспользоваться не только отечественными, но и зарубежными спецмашинами. Согласно новой государственной программе, предусматривается закуп иностранной техники, бывшей в употреблении. Я думаю, что зарубежная техника, она более усовершенствованная техника. И является по зерну, количество качественных показателей, она больше содержит и более эффективная работа, чем техника, которая произведена в странах СНГ. В этом году аграрии страны планируют собрать около 16 миллионов тонн зерна. Эти показатели не рекордные. Но и дефицита тоже не будет, обещают крестьяне. Остается ждать лишь погожих дней. Жанна Опузбаева, Жалгас Илбеков, 7 канал.